Добрый день, дорогие друзья! Приветствую в городе Туракцио-Дампа, Антаринская, 88. Сюда сейчас можно приехать, отдыхать от 350 рублей с человека. Вы думаете, на каких-то трех, а вот, пересечу на Туракцио-Дампе, 5 минут до Песчаного, даже, Центрального, Админь, 8. Пройти к Акаричному, а рядышком все развлечения, рядышком вся инструктура, которая только может быть. Давайте посмотрим на Туракцио-Дампе, я думаю, что вы будете в Востоке. Цена восхитительная. А что еще надо? Здесь имеется два корпуса. Первый на входе стоит, здесь, с левой стороны, магазинчик МТСа, и мы заходим во двор. По парковке, ребят, здесь становятся в летний период четыре машинки перед этим домом, и хозяева говорят о том, что рядышком есть еще бесплатная парковка. Короче, ребят, вы не поверите, я вам все рассказываю, как есть. И, кстати, с правой стороны здесь прямо 50 метров до магнит, если вдруг вы захотите себе что-нибудь прикупить. Заходим во дворик, и дальше имеется второй корпус, и в тех номерах есть небольшая зона, такая уличная, на которой вы можете посидеть, из-за отсутствия балкончиков. Здесь мы заходим сюда. Поднимаемся по лестнице, лестница удобная, все хорошо. Давайте посмотрим первый номер. На входе нас встречает место, куда повесить ваши вещи, холодильник, место для хранения, и туда дальше, вот только вот большой номер. С правой стороны санузел. Здесь есть три кровати. Они все односпальные, только две стоят рядышком. Есть столики, есть сплит-система, телевизор хороший такой плазменный, стульчики, чтобы посидеть, полотенчики. И, конечно же, есть балкон. Балкон выглядит вот так вот. Вот можно выйти, так сказать, помечтать чем-нибудь, познакомиться с соседями, будет прикольно. Написали, что шкафчики надо показывать. Выглядит он вот так. А это санузел. Санузел, он оборудован в раковина, зеркальце, куда положить мыло, что-то поставить. Туалетная бумага присутствует, место для того, чтобы помыть. Это поддон и туалет. В номере есть все, что вам надо. Номер сейчас можно снять по 400 рублей из человека. Есть вот такой вот вариант для большого количества людей в одной семье, либо большой компанией, там студенты. Кстати, студентам тут обещали еще скидки. Можно сейчас сюда приехать в этот пятиместный номер отдыхать за 350 рублей из человека. То есть в пятером по 350. С левой стороны в номере есть холодильник, место, куда повесить ваши вещи. Здесь находится санузел, место для хранения. Вот, слушайте, вот здесь я не знаю, шкафчики стоят показывать или нет, потому что они все одинаковые. Тумбочка, стульчики. Пожалуйста, вам, девочки, надо накраситься. И это есть еще столик перекатной, телевизор. И еще тумбочка, сплетсистема, картина, еще две тумбочки. И выход на балкон. Здесь балкон, кстати, выход на улицу Трымскую. Сочи видят, что работает хорошо. В принципе, звукоизоляция вышли, веревочка висит. Вот она, Астраханская. Вот вам наши сосны, вот вам наши виды. Красота. Это санузел, друзья. Здесь есть раковина, также зеркальце, унитаз и душевая зона. Еще один номер. Это люкс, ребятки. И в люкс вы можете приехать в пятером по 500 рублей с человека. Сразу цену говорю вначале, да. Что такое люкс? Ну, обычно это вот большой зал. Здесь диванчик, кресло раскладывается. Есть место, куда повесить ваши вещи. Шкафчик один в один, как все. Есть телевизор, есть предсистема. Вот еще один столик, два стульчика. Кухонная зона. Холодильник, набор посуды. Чайник, то есть все работает. Варочная поверхность. Водичка бежит. Тут уже раз открыт санузел. Раковина вам, пожалуйста, зеркало. Вот сто процентов. Это из-за того, что люкс. Два рулона туалетной бумаги. Есть ванная вместо душевой. Это тоже круто. Дальше. Отсюда мы попадаем вместе с вами еще в одну комнату. Она такая уютная, большая. Стол, зеркало, тумбочка, пару стульев, двуспальная кровать. Есть вот этот шкафчик. Отличается мы его откроем. Спецсистема. Ну, идеальный, мне кажется. Еще есть балкон. Место для хранения выглядит так. Вы точно удивились, но вот все шкафы этой серии одинаковые. И выход на балкон. Здесь балкон просто большущий. И также вид на улицу Астраханскую. По балкону можно дойти аж вот до Седова. Ну, прикольно. Мне, честно, нравится. Слушайте, интересно, наверное, жить где-то в центре Анапры. Ну, на июнь 2 500 человек. Ну, все цены уточняйте. Я для вас номера оставляю вот сейчас на экране, вы видите. И обязательно есть в описании. То есть все для вас присутствует. Все, говорит, зависит только от ваших желаний. Позвонили, уточнили. Заходим в номер. Место, куда повесить ваши вещи. Здесь санузел находится. Ну, такой вот номер. По-моему, хозяйка сказала, сейчас можно поехать по 350 вдвоем сюда на отдых. Ну, уточните. Может быть 400, 350. Это четвертый этаж. В общем, торгуйтесь. Особенно сейчас в начале сезона. Можно отдыхать и очень сильно экономить. Ценник лучше я еще в этом году не слышал. То есть, прям очень классный. Есть столик, стульчик, чайник, телевизор. Политсистема. Что-то потерялось. Вот она. И балкон. Балкон здесь такого формата. Ну, вместо выйти, так сказать, пообщаться с обществом присутствует. Это, друзья мои, санузел. Унитаз. Раковина такого формата и зеркальце. Ну, и душевая зона, получается, весь этот санузел. Смотрим еще один номер. Ну, такой просторный. Естественно, опять-таки присутствует скот с крыши, потому что мы на четвертом этаже находимся. Там две кровати, здесь две кровати. То есть, студенты по 350, приезжайте, отдыхайте. Здесь телевизор, сплит-система. Место, куда повесить ваши вещи. Стол есть, за которым можно посидеть. Еще один стол, который можно себе подвинуть. Халатинник. Место для хранения. Чайник. Тумбочки. Присутствует это. Санузел. Здесь он выглядит в таком формате. Нашевая зона вот такая. Пожалуйста, пришли. Помылись. Все отлично. Ведь главное бюджет. Ну, и рад. Шкафчик. Место для хранения. Мне очень понравился здесь такой, вроде бы тоже, балкончик, но он такой большой. И даже столик с зеркалем сюда поставили, девчонки. Про вас не забыли. Чтобы вы были в Анапе, даст красивые. Если вам нравятся обзоры, то есть, интересно посмотреть гостевые дома, места, отправляйте видео друзьям. Просите поддержать лайком и подпиской канал. Мы проходим по двору дальше. Здесь вот спуск в столовую. Мы к ней придем. И мы видим два красивейших таких сапа здесь стоят. В общем, ребята предлагают в аренду на весь день. Вам принесут, доставят, говорится, на пляж сап. И стоимость будет, что-то вроде там 700 рублей. Ну, по стоимости уточняйте. Сапы большие. До 7 человек выдерживают. Ну, на самом деле он выглядит очень мощно, круто. И ценник звучит, что-то 800 рублей. В принципе, когда на пляжах просят гораздо больше. Там, почасовое, причем оплата. Ключи ты, кстати. Как вам? Здесь мы видим, что вот номера. Они идентичны на те этажи, которые сверху. И здесь можем видеть. Есть столик. Место, где посидеть. Дополнительная тумбочка. Посмотрим, как они выглядят. Заходим в номер. Место, куда повесить ваши вещи. Рядышком место для хранения. Есть холодильник. Телевизор. Столик. Тумбочка. Тут, пожалуйста, две раздельные кровати. Еще одна тумбочка. Место для хранения выглядит вот так. Холодильник урон, что все хрюки. Прям какой-то огромный. С плет-системой. Все есть. В общем, картины тоже присутствуют. И санузел. Санузел наполнения. Унитаз. Раковина. Зеркало. Зона для помывки. Все это здесь присутствует. Вдвоем за 800 рублей. Можно вторговаться, если вы студентки. Или студенты. Смотрим с вами следующий номер. Заходим. Место для хранения. Зеркальце. Тумбочка. Картик выглядит вот так. Здесь у нас также две раздельные кровати. С плет-системой. Картины. Санузел. То же самое наполнение. Теперь мы посмотрим еще один трехместный номер, друзья. Вот такой он. Красивый. Классный. Здесь есть, куда повесить вещи. Место для хранения. Кровати. Три штуки. Холодильник. Телевизор. Ну и в принципе все номера туда наверх выглядят одинаково. То есть открывать шкафчик. Я же не хочу. Потому что то же самое. И санузел одинаковый. То есть по стандарту наполнение стандартное. Стоимость тоже там, ребят, 400 рублей сейчас человека. В сезон будет цены выше. Максимально там до двух раз. То есть самый пик будет доходить. Поэтому набирайте. Номер на экране. Разговаривайте. Но мы идем в столовую. Столовая находится в цокольном этаже. И столовая выглядит вот так. Здравствуйте, дорогие гости. Мы будем рады видеть в нашем отеле Одо, расположенный на Крымской 88 в центре Анапы, в первой курортной зоне. Как уже было сказано, номера в мае. Месяца у нас на данный момент от 350 рублей за человека. Категории номеров разные. Номера двухместные, трехместные, четырехместные, пятиместные стандарт. А также есть номера категории люкс. Немножечко подороже. От 500 рублей за человека. Сейчас мы смотрим с вами нашу столовую. Планируется у нас своя домашняя кухня. Будет работать свой повар. Пища будет по очень адекватным ценам. Будет меню, будут комплексные обеды. Будет пельменная, собственно, работать. Также будет работать бар. Натуральный кофе, сваренный из натуральных зерен в кофемашине. Молочные коктейли с разными вкусами. Будет также у нас пиво, барная стоечка. Будут у нас холодильники, где мы представим марки пива и мороженого южных именно марок. Столовая, посадочных мест у нас достаточно. Хватит на весь отель. Есть большой телевизор для развлечений, пока люди принимают пищу. Добро пожаловать в наш гостиничный комплекс маленький. Чуть попозже обещают, что здесь вот появится такой газончик искусственный. И сверху на нем будет установлен еще детский бассейн. Чтобы деткам было чем заняться, когда вы приходите с моря, и они вам давали тоже отдохнуть. Друзья, ну мы от этого гостевого дома сейчас прогуляемся с вами на пляжах. Я вам покажу по пути, что здесь есть абсолютно все, что только вам может понадобиться. Чего вам даже не надо, все равно у нас здесь есть. Переходим на пешеходный переход. Прям быстренько, красивенько. Люди довольны, счастливы. Слушайте, меня пугают люди в куртках. То есть, ну да, вроде где-то холодно, чтобы в куртках ходить. Ну, они присутствуют. Чем прекрасна Анапа? Тем, что, допустим, вот нету своего двора в гостевом доме, да, только балкончики. Местами там где-то посидеть, вот столики перед номерами. Но в то же время перед вами вся Анапа, все парки, все скверы. Тут рядышком Гудовича, фонтаны, центральный парк Анапы. Это все прям, ну, в очень близкой доступности. И огромное количество вот столовые, магазины, пекарни там. Вот все, что вам может только понадобиться. О чем вы, говорю, даже не думали. Здесь привоз происходит, привозят продукты. То есть, все очень-очень близко. Цветочные магазины, людищ, сливы, там, заведения разнообразные. То есть, это очень рядом. Не надо там идти километрами. И плюс, я говорю, что тут и морешко рядышком. То есть, место максимально привлекательно, ребят. Вот возьмите улочку, например, Теркскую. Здесь вот люди вышли, на малышках, скамеечках сидят, отдыхают. Здесь у нас пиццерии, кафе. То же самое, уже даже столики на улице стоят. Рады будут вас всех видеть. Только приехать и отдыхать по максимуму. Ну, мне это место, честно, понравилось. Цена привлекательная. Если, конечно, вы ищете какие-то там другие варианты, смотрите на канале. Их предостаточно. Я вам, для тех, кто хочет приехать, несмотря ни на что. И говорят, что бюджеты у них прям небольшие. Советую это место от всей души. Очень классно. Хозяйка, вот там, вы видите, какая приветливая. Рассказался. Большая молодец. Сабвей. Раньше что-то нравился мне там вкусняшки. Сейчас давно уже не ел. Гераскинг. Красно-белая. Вот магнит там прям вообще возле дома. Петральная площадь, друзья. Вот вам привоз, пожалуйста. Фрукты, овощи здесь. Все наши кубанские местных производители. То есть пришли, прикупили. То есть люди там через весь город, это вам всего лишь два квартала пройти. И вы уже здесь всякие вкусняшки себе покупаете. Вот вам Горького улица прогулочная. Квартал вниз. Там поющие фонтаны. Летняя эстрада. Парк 30-летия Победы. Киевси. Этот Киевси именно не люблю. Он тут деревья подрезает. То есть в дальнейшем здесь на театральной площади будет вообще шикарная зона для отдыха. И это еще больше привлекает. Постепенно город запускается, начинает работать все. И я считаю, что, ну, классно. Не подумайте, что там чуть больше денег тебе там заплатили или еще что-то. Вот, допустим, я выбираю место отдыха. Я бы, допустим, приехал в такое место. Я когда куда-то приезжаю, в принципе, пользуюсь номером как для того, чтобы просто прийти, помыться, переночевать, зарядиться. Мне не надо эти дворы, сидеть, что-то жарить, кошмарить. То есть я все, ушел, там море, еще куда-то. То есть я приезжаю, набираться эмоций от того пространства, которым наполнен город, а не вот теми гостевыми домами, которые в нем. Поэтому мне лично не подходит отдых all-inclusive. То есть я бы не смог приехать, вот как бройлер там находиться, что там кормишься, купаешься в море, обратно тебя везут, чтобы ты меньше двигался, больше ел, не дай бог, не похуй делал. То есть не мое. Для меня вот. А тем более вот в центре Анапы очень привлекательные места. В общем, жду вас в комментариях, друзья. Вот там детская площадочка. Пришли с детками, покатались. Я вот очень долго, так сказать, вымаливал ее, чтобы она здесь появилась, появилась, и ей пользуется теперь огромное количество людей в городе. С санаторий можно прийти, какие-то там лечения пройти. Это все тоже, ехать никуда не надо, транспорт никакой не нужен, только пешеходство. И очень радует, что мы почти два квартала по улице, все остальное время сейчас с вами идем по местам пешеходных зон Анапы. Центр Анапы это очень круто. Тем более уже, видите, началась реконструкция. Будут делать частично перепланировку этих территорий, уже поубирали деревья. Можно сколько угодно говорить, что ой, как жалко, как жалко, но город должен меняться. И я, в принципе, согласен с тем, что те акации, которые здесь росли, я специально проходил один день, они уже были старенькие. И, в принципе, хотелось бы, чтобы что-то новое появилось. Тем более я вижу, как деревья появляются новые, и меняется очень сильно облик города. И потом становятся даже этими старьями гораздо более привлекательными. И вот смотрите, сейчас подрезанные, можно увидеть деревья, да? И здесь, вот, тени меньше не стало, потому что эти деревья еще наклоняются и радуют людей. В общем, придется немножко потерпеть. Реконструкция начинается от набережной, друзья. Но мы тем временем не спешным шагом. Мне в прошлый раз писали, что там куда-то спешу, там еще что-то. Вот у меня пока за 4,5 минуты с вами общаюсь непрерывно. И смотря по сторонам, мы доходим уже до моря. Вот они, пляжи, вот оно море. Для вас, друзья, здесь рядышком даже. У нас сейчас здесь происходит фестиваль вина, на которой вас тоже. Приглашаю, приходите, прогуляться, насладиться. Но я смотрю, что с утра, время у нас, кстати, 10.29, еще некоторые торговые ряды не открыты. Они, наверное, сейчас к вам с 12 запускаются, потому что работают допоздна, а вечером, как говорят, прям очень все классно, друзья. Доносится запах шашлычка. Анамская красота. Ой, сколько роз. Я тормознусь. Посмотрите на эту красоту, друзья. Просто фантастические виды. Город Анапа. Розыщик. Подышали, на людей посмотрели и на море дальше пошли. Здесь небольшой такой спуск по лестничке. Есть с правой стороны пандус. Все, в принципе, недалеко. Магазинчик, кстати, хорошие ценники. Этот водичек часто брал. Не сильно, знаете, такие курортно-завышечные. То есть, классно. Разнообразные заведения. Вот море и вино. С правой стороны столовая номер один. Можно вообще швычок поесть, там еще что-то. То есть, выбор очень большой. Здесь шаурмичный. Два яруса разных заведений, где поесть, попить, ребят. И мы выходим с вами уже именно на пляжную территорию. То есть, здравствуй, как говорится, море, здравствуй, Анапа, настроение и хорошее впечатление, чего мы, в принципе, по максимуму вам всем и желаем. Температура воздуха 26,7. Будем считать, что она все выше и выше становится. Там дальше пляж Мотылек, а это в аренду сделаются лежачки в этих местах. Но здесь вот уголы, здесь собираются водоросли. То есть, либо с камушков нырять, либо надо чуть-чуть дальше прогуляться по берегу. Ну, до моря мы добрались. Здесь просто вот образует море уголочек такой, в который набиваются огромное количество этих водорослей. Никто ничего с этим сделать, большому сожалению, не может. Здесь пляж Мотылек находится. Тоже красота, слушайте. Купаются. Вот, собственно, мы дошли. Водичка здесь чистая уже. Становится. Будем надеяться, в этом году все будет хорошо и с уборкой. Это наш санаторий Мотылек. Девчонки тоже готовятся к купанию. Мы оставляем шлепанца и идем в море замерять температуру воды. Посмотрим, какая она здесь сегодня, сейчас. Ну, вот он, великолепная, прекрасная Анапа. Ну, я не любитель, честно скажу вам, центральных пляжей. Я очень входил на каменные, там, пускай, чуть подольше. Но многие любят именно песок. И именно Анапская бухта для детей, наверное, самое прекрасное место, потому что здесь из-за ошибок наших, так сказать, городоустроителей завозят постоянно песок, его смывают и размывают по бухте. И здесь становится, как бы, очень плавный заход. То есть, вот смотрите, иду, вода кристалленькая, да, все классненькое, у меня до сих пор по колено. То есть, вы будете сидеть на берегу, смотреть, допустим, за своими детьми и получать удовольствие от того, что нет никаких ям, ничего здесь, все в этом плане просто великолепно. Так что, я могу посоветовать это местечко прям искренне и от души. Замеряем водичку. Центральный пляж Анаполь, чистое море, 17,1, температура водички. Ну, в Витязево, честно, было теплее даже вчера и в Джамате теплее. Ну, здесь вот, наверное, пригнало ветром, потому что сюда, ну, бухта, все сейчас дует прохладную водичку. Я не знаю, как вам это все прокомментировать. Море, кайф, отдых дешевый, бесплатно дешевый. Ценники у нас сейчас самый низкий на всем побережье. Вообще, в принципе, на все здесь идет фестиваль вина. И вот просто психануть и приехать отдохнуть в ближайших районах можно вот так вот. Но вообще, бронируйте, приезжайте, отдыхайте. Номерок в названии, все есть в описании, друзья, все для вас, как всегда. Сегодня купаться не буду, поэтому быстрее смонтирую видео, выложу и пойду. Может быть, успею на ветер покататься, потому что хочется все-таки насладиться кайтом и лиманом, не морем, конечно, потому что сегодня отжимной. В отжим лучше не кататься. Лиман меня этому прям научил. Лучше кататься, чтобы вас, если что, прибивало к берегу. Ну, а так, любите Анапу, приезжайте. Я ее до глубины сердца и души очень люблю. И пишите, все ли понравилось в обзоре, чего не хватило. Я читаю ваши все комментарии, на все отвечаю и обязательно дополню, сделаю то, чем вы просите. Для тех, кто говорит, снимите тот или иной гостевой дом. Ребят, я с удовольствием готов снять любой гостевой дом. Я не риэлтор. Я свой номер не указываю, я зарабатываю на гостевых домах за вот видеосъемку, выкладывание, рассказывание о них. И они получают как бы честный обзор, все как есть, без какой-то там воды рекламы. Я не буду врать, что там все там по-другому, чем есть на самом деле. Но они должны пригласить меня, то есть на обзор. Я не могу зайти в частную собственность там с ноги и сказать, все, я здесь буду снимать. Это так не работает в большом сошлении. Все, всем пока, до следующего видео. Море, солнце, облака, море, солнце, красота. Просто наслаждение. Вот моя подписчица говорит, не снимай меня. Вас там не будет видно, вы такая будете, прям как дюймовочка. Откуда вы приехали? Ехала в лохматые. Еще и в лохматые. Морь долгопрудная, Московская область. Как вообще в мотыльке отдыхается? Очень хорошо. Все нравится? Все очень нравится. Отлично. В море купаетесь? Мы купаемся. Вот аж теплая, не отказывается. Нормальная, но нормально. Теплая, прохладная, ниже 10 градусов. Сейчас теплая, хорошая. От души. Хорошего отдыха, спасибо, что смотрите. Это прекрасное завершение нашего видео сегодня. С утра будете, ребята, снимать лежачок. Сейчас здесь по 200 рублей он стоит.